У меня встает вопрос. Собственно, 54% женщин население Беларуси. При этом, если мы посмотрим статистику, у нас 70% женщин, почти 70% женщин на рынке труда. За три месяца мониторинга женщинам непосредственно из 340 новостей посвящено 13. По мне, это явно что-то не то. Я не могу сказать, что это только проблема журналистов, это в том числе и проблема решений отдельно взятых редакций. Много женщин приходят в профессию журналистов, но это не выравнивает дисбаланс, о ком пишу. Репортерки или журналистки продолжают поддерживать некий устоявшийся гендерный баланс, и они все равно остаются такими слепыми, гендерно слепыми, у кого они берут интервью, и кто является эксперткой. В каждой, я думаю, из организаций политических и общественных, даже которые не занимаются женской повесткой, есть так или иначе ядро или обидение женщин, которые все равно в своих организациях так или иначе лобируют эту повестку. Но какова она, эта повестка? Например, если я в политической партии христианская и демократическая, у нас может быть своя повестка, у другой организации, более того, может быть либеральная, эта повестка будет своя и другая повестка. Но если говорить о политическом направлении, то, мне кажется, политики это озвучивают и Анна Конопадская, в том числе в палате представителей и теми законопроектами, которые принимались, она есть. То, что нет партии, как партии, там, женщин, например, то, мне кажется, они есть не во всех странах. Ну, то есть, насколько это необходимость. То есть, даже такие примеры были в Беларуси, и вот женская партия Надея, то есть, фактически она не действует сейчас, но попытки создать такое течение в Беларуси были, может быть, оно не настолько востребовано, хотя, на мой взгляд, женской повестки не хватает. И внутри организации нужно говорить об этом. Я стараюсь об этом говорить чаще, и мужчинам политикам тоже. Можно ли на этом хайпиться? Кто пытается хайпиться на женской тематике, он все равно это делает неграмотно, скажем так. И это все равно выливается в итоге в нечто, в такое, в какой-то вот, ну, как сказать, ну, зашквар какой-то, как минимум, потому что, ну, сразу видно вот эта вот ниша незнаний у человека. И я предпочитаю, чтобы, прежде чем написать, я тоже своим коллегам куплю, если вы хотите написать, ну, у меня, например, пишут, что ты думаешь вот так, тема сексизма, например, актуальна у нас в Беларуси. И я просто не предлагаю, что вы, прежде чем писать про тему сексизма, вы должны, прежде всего, образоваться в этой теме. И я всегда предлагаю обращаться, ну, даже к тем же знающим, вот к Ирине, даже к той же, ну, я давала контакты. Просто то дело, что очень сильно, лично я вижу, очень большое незнание в женской тематике, незнание в правах женщин, незнание элементарной статистики. Мы тоже пытаемся об этом говорить, что женщина, это, ну, не набор клеток или не инкубатор, который должна, ну, отражать, сидеть дома, там, в декрете, да, и мужчина, который вместе с ней в паре, должен ее слышать, нужно говорить друг с другом об этом, что это важно. Вы изначально там полюбили друг друга, и это я говорю сейчас про отношения внутри семьи, да, и нужно в какой-то момент, вот, в жизни наша такой бег, нужно в какой-то момент становиться и спросить, правильно ли мы бежим, это что касается семьи. У нас создаются много тех же фотопроектов, вот недавно был фотопроект, ну, типа, типа, не женские профессии. Другое дело, что мне не нравится то, что когда создаются всякие вот такие фотопроекты, это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, не приводится никакой статистики. Я, с одной стороны, согласна, что не хватает разнообразия, разности. С другой стороны, когда это разнообразие появляется, например, это действительно хорошая, интересная серия фотографий была, но вопрос, у меня тоже была дискуссия вот с журналистами на эту тему, что как так могло получиться, что очень многие издания, релиз публиковали, в котором было приведено пять фамилий чиновников, которые ТС-проект реализуют, при этом 12 женщин, которые, портреты, которые были представлены, никто, вообще никто не написал, то есть никто не упомянул. Про героини. Как такое может быть? То есть это к вопросу вот этой репрезентации. И мне журналисты начинают отвечать, а вот представьте, а вот у нас такого формата нету, а мы не знаем, как этот материал запаковать, а читателям будет неинтересно так много, слушайте, ребята, вы что делаете это? То есть получается, давайте мы пропиарим всех чиновников, которые этот проект реализовали. И с этим проектом он вообще, он был любопытен тем, что картинку их просто функционально использовали. То есть в том смысле, что их жизнь никак не поменялась. То есть наши власти решили адаптировать, поднять престиж рабочих специальностей через кого? Через женщин, которые работают на рабочих специальностях, половина из которых попадают в список запрещенных профессий. Сам журналист, сам этот фотограф, который снимал эти женщины, он даже не знал о том, что у нас в стране есть 181 специальности, которая запрещена для женщин. Мне кажется, с этим проектом это отличный кейс для того, чтобы понять, как вообще в Беларуси происходит коммуникация. У нас женщины есть везде. Просто другой вопрос, что эти женщины у нас, даже в рабочих специальностях, они очень уязвимы. И про это никто не говорит, что они уязвимы. Они просто говорят, о, смотрите, она там в шахте работает, но она так ничего, в принципе, выглядит, какая симпатичная. Или там приходит женщина после цеха домой и показывает не то, то есть ее не спрашивают о том, какие она успехи на работе делала. Или там, я не могу себе представить шахтера, у которого будут брать интервью и там спросят, ну как ты там, ты любишь вообще добавлять в магию? То есть, понимаете, это никак не переворачивает. Это, ребята, вот так, это чья проблема? Я считаю, что нужно как-то, ну, не акцентировать внимание, вот мы такие, а вот такие, и вот мы такие, потому что мы такие хорошие, да? Чтобы в медиа формировался образ и женщин, и мужчин с равными правами, потому что доверие у аудиторики, которые читают, смотрят телевидение, да, все, оно колоссальное. Можно просто посидеть, разобраться, как говорится, просто иногда нет желания у этих самых журналистов это сделать, вот в чем дело. И по-любому должна быть какая-то экспертная вот эта вот экспертиза. Я просто вижу, что они сейчас стали, даже вот в редакции, они сейчас стали задумываться про то, что, стоит ли это говорить, например, потому что, мне говорят, это, наверное, неправильно. Ну, вот если мы так скажем, это, наверное, неправильно, а давай вот это вот погуглим, и это уже хорошо. Если ты мужчина, то ты можешь быть экспертом вообще на любую тему. Вот, вот, а если ты женщина, Так что вы, Ковальковой, спросите? В чем она, эксперт? В принципе, у меня можно спросить и про отношения с Российской Федерацией, и про какие-то более серьезные вопросы, вот в этом мне, я вот вижу, что в этом есть проблема. Потому что вот берут комментарии, там, после пресс-конференции у пяти человек, на одну и ту же тему, в материале будет комментарий только мужчин. Ну, то есть, при том, при всем, что женщина присутствует. Я не к тому, что, вот, кто формирует, вот мы возвращаемся к тому, и к экспертности тоже. Вот в этом эта проблема, мужчина прощается, это же ерунда сказанная. А женщина должна здесь раз подумать, подойти и сказать, что я могу. Правильно, ценой. Да, и хорошо, в принципе, и силой. Покупатели не хотят покупать у тех брендов, которые объективируют, используют женщину в сексуальном контексте. Это большие репутационные риски. Это сейчас уже другой продукт востребован, потому что большие бренды изучают целевые аудитории. Nike сегодня в топах по продажам, потому что это одна из первых компаний, которая сказала, что мы полностью отказываемся от объективации женщин. Я услышала много интересных фактов от мужчин, что у них тоже есть эти гендерные, их тоже давят, и тоже как девушка. И молодые некоторые девушки, я заметила, они считают, что феминизм — это... они ненавидят феминизм, потому что и феминисты заставили, и феминистки заставили их работать. Понимаете, как феминистками становится там 12-13 лет обычно, особенно в посоветском пространстве. Это такой достаточно зрелый выбор, потому что и он связан с определенным опытом. Давайте вспомним там английских тех же цифрожитов. Они громили витрины, чтобы добиться своих прав. Они бросались под лошадь. Чтобы их увидели. Чтобы их увидели. Это они, женщины, пришли просто огромный путь. Когда читаешь, вот есть книга такая, «Судьба травитского сестринства», смотришь на масштаб действий вот этих женщин, что они делали, каким радикальным действиям приходили, ты понимаешь, что если бы они бы этого не делали, не было бы того, что есть у нас сейчас. И то, что сейчас говорят на тех же феминисток, ну, это как минимум несправедливо. И мне кажется, что у нас очень не хватает вот этих образовательных процессов, когда говорят о том, что у женщины те же права, что и у мужчины. И ты начинаешь там, ну, приводить какие-то примеры. Люди просто элементарно теряются. Ты просто говоришь. Там говорят, я не феминистка. Если честно, я считаю карту женщины феминисткой. Потому что, почему? Никто из нас сейчас не откажется от права на образование, от права на выборы, от права на то, чтобы выходить замуж по любви и за человека, который выходит. Право на собственность. Право на собственность, да. В любом издании, в принципе, да, вот есть очень продвинутые журналисты. Вот есть Евгения, который в Пуку пишет очень грамотные тексты. Если мы возьмем любое издание, но мне кажется, что эти журналисты там существуют скорее вопреки, чем, 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 потому что абсолютно непонятно, у нас ни одно СМИ не рассказывает про какие-то свои, не знаю, внутренние стандарты. Поэтому в этом смысле, ну, мы можем, ну, в общем-то, только предполагать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!